привет друзья сегодня я хочу в очередной раз показать вам возможности вот этой ручки ручка в принципе уже известная по интернету я о ней в том числе тоже рассказывал но хочется рассказать еще раз потому как инструмент конечно очень интересный ну сейчас на примере небольшого пейзажа по своему летнему референсу я просто покажу как ее можно применять в пленарном скетчинге мне честно говоря больше нравится определенный формат ее возможностей то есть при неком масштабе у нее получается наиболее интересные какие-то эффекты то есть если допустим ей рисовать большие форматы это будет немножко не то потому что эффект замыливается конечно а вот при определенном формате масштабе точнее говоря изображения масштабе изображения эффект получается максимальный то есть вот этот разница в ширине толщине штриха она как раз получается самый интересный сам вот я одной линии буквально рисую толстенную штуковину так здесь у нас должен быть фонарь фонарь какой-то там уходящий куда-то сейчас рисую и вспоминаю вспоминаю этот жаркий жаркий август на крите очень было жарко очень я шатался как ненормальный совершенно пожаре по этой в поисках сюжетов маленьком поселке греческом ну вообще это было здорово вообще отпуск это здорово какое-то белье развивалась насколько я помню веревках вот здесь какие-то были сумасшедшие цветы горшочки горшочки очень узкие улочки и и и очень они фактурные то есть прям фактуры там конечно на югах европы хоть отбавляй все каменное все горячее прям рисую не хочу просто здорово была какая-то тень падающая и снова камушки 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 ну вот чередование как раз вот этих толстых линий с тонкими они меня прям очень радуют то есть живость живость возникает сама себе такая была каменная стена еще один какой-то дом естественно все это поросшее зеленью вообще нравится южная архитектура будь то европейская или кавказская даже допустим я бы с удовольствием поехал бы куда-нибудь на кавказ порисовать старые об старую грузию возможно когда это удастся совместить отпуск такая тень под крышей так здесь на что еще фактура камня какие-то одиночные камни в оригинале я рисовал насколько я помню браш пеном только-только тогда с ним познакомился и это было прямо открытие сейчас понимаю что для архитектурного скетчинга конечно удобнее все таки перевая ручка все таки она дает более стабильную линию ровную то есть если вдруг нужна прямая линия конечно тут перевая ручка выигрывает потому что браш пен он все таки более более такой живой и иногда иногда прям хочется провести прямую линию браш пеном прямо скажем это нужно очень хорошо контролировать кисть хочется надо просто расслабиться и просто провести прямую линию не выходит не всегда выходит какие были цветы цветища огромные там была тень так окошки балкончик очень смешной дом он угловой наверное знаете бывает такое и у нас в россии иногда бывает но вот у них это бывает достаточно часто то есть улицы узкие и перекресток получается с острым углом пересечения и все это дает повод рождаться странным домам утюгообразных форм это вот как раз тот самый вариант то есть здесь сходятся две улицы очень узкие и получается что вот этот фасад он буквально ну там я не знаю в ширину балкона дальше он расходится под углом так что там нюхи какие-то горшки 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 булыжничек так вот здесь у нас окно окно по-моему там еще рядом была дверь какая-то так так там был вход вход вообще камни рисовать очень красиво особенно когда это лето солнце и вот эти контрасты конечно теней на камни это просто здорово я прям получал истинное удовольствие рисуя эти каменные фактуры при том что камень там не всегда ровный то есть он такой вроде обработанный но бывают весьма такие куски не плоские то есть если на нее посмотреть сбоку он имеет какую-то такую странную фактуру возможно там вот так отсечен очень странные такие штуки так что я здесь хотел бы сделать я бы здесь хотел сделать следующее нужно как-то показать объем я постарался вот этой линии выделить что это в тени но наверное придется все таки пройтись такой штриховочкой реденькой чтобы обозначить какое-то пространство все таки вот кстати люблю опять таки эту ручку не знаю почему к определенному инструменту конечно же потихонечку прилипает определенная техника и вот к этой ручке у меня почему-то прилипла так сказать вот такая редкая достаточно штриховка она абстрактная но вполне себе дает представление о том что здесь происходит то есть вроде как ну вроде как странно да так редко достаточно штриховать но тем не менее мне почему-то приемчик полюбился я прямо его начал достаточно часто использовать ну как то вот так так мне кажется еще все таки там в глубине должна быть дверь темная какая-то какая-то и честно говоря вот это тоже можно все увести в некий такой полумрак ну вот как то так что еще что еще да пожалуй наверно ничего такой вот пейзажик рисуйте перевыми ручками это здорово все всем пока удачи смотрите все то есть это все и все и все 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 и